Приветствую вас. Для начала давайте мы скажем так, что вы пишете, значит, что вас называют страны, непонятно, это меня отмечает. Я понимаю смысл его слова, но все равно. Значит, когда человека, любого человека называют странным, это означает, что он не похож на других людей, когда человек называют странным, это означает, что он не такой, как все, и, иными словами, этот человек выделяется на фоне других людей. И вот, пожалуй, это то, что вам нужно для себя понять, что вас страны называют именно по той причине, что вы не похожи на других людей. Вы не похожи на привычную модель личности, которая приемлема в том обществе, где вы находитесь. Вы не похожи на ту разновидность социального индивида, которая приемлема в том обществе, где вы живете. Именно поэтому вас называют странным. А люди, здесь нужно сказать отдельно, что люди всегда боятся того, что они не понимают. Если, например, человек не понимают другого человека, не понимают его поведение, он его боится. И этот страх заставляет защищаться, этот страх заставляет смеяться, этот страх заставляет человека, людей. Не человека, а людей. Выстраивая свою линию поведения довольно-таки агрессивно. И эта агрессивная модель поведения направлена на то, чтобы сохранить господствующий общественный строй. Распространство общественное мнение относительно, ну, относительно чего бы то ни было. То есть, здесь это не так уж важно относительно чего именно. Относительно чего именно люди пытаются защититься. От чего, точнее, люди пытаются защититься. Поэтому, здесь это не принципиально. Значит, что я вам хочу сказать далее. Это то, что, когда вас называют странным, не нужно этого как-то стесняться. Не нужно этого как-то бояться. И так далее. Я вам поясню, почему не нужно этого бояться. Потому что, когда вам говорят, что вы странные, или когда вам говорят, что вы, ну, условно говоря, вот, когда вам говорят, что вы непонятные, допустим, да, то это означает, что вам, по сути дела, вам делают комплименты в этот момент. Потому что вы, потому что вы личность, вы не похожи на других. И это хорошо. Это здорово, что вы не такая, как они. Это здорово, что вы другой человек, другая личность, и вы представляете из себя, по сути дела, другую ценность, другую, ну, кардинальную, кардинальную иную, в общем, конструкцию человека. И вот это, на мой взгляд, великолепно, то, что вы себя так ставите, осознанно или нет. Это вам нужно принять как достоинство. Люди никогда не могут свободно, спокойно, а главное, доброжелательно принять то, что есть кто-то, кто на них не похож. Необходимо, во-первых, перестать оглядываться на других людей. Это вам ничего не даст. Оглядка на других людей только будет вас еще больше путать. Оглядка на других людей будет заставлять вас чувствовать себя еще, 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 еще более неуместной в том обществе, в котором вы живете, и нужно вам постараться понять, что вы, вам стоит, вам нужно следовать по сути дела, своим путем, путем, который вы видите за счет своих ценностей, за счет своих сильных сторон, за счет своих особенностей, за счет своей индивидуальности. Вам нужно идти своим путем. Для этого необходимо принять себя, принять себя такой, какая вы есть, и учиться, я сейчас говорю это совершенно серьезно, учиться любить себя такой, какая вы есть. Вот это очень важно, любить себя такой, какая вы есть, и принимать себя такой, какая вы есть. Тут может быть, конечно, проблема связана, тут может быть связана проблема с самооценкой, тут может быть проблема связана с детско-родительскими отношениями, когда родители просто-напросто не внушили вам того, что любой человек ценен сам по себе, и любой человек достоин того, чтобы его принимали вне зависимости от того, какой он, и так далее, и так далее, и так далее. Тут такая проблема может, безусловно, быть, и тогда вам нужно проработать еще и детско-родительские отношения. То есть быть уверенной в себе, четко понимать свои достоинства, свои недостатки, и принимать в себе в корне, в общих чертах эти самые свои недостатки. Это важный момент для того, чтобы выступать полноценным человеком, полноценным субъектом отношений. Далее, что нужно сказать далее? Вы спрашиваете, как мне строить отношения с людьми и как мне доверять людям? Ну, во-первых, доверять людям – это понятие очень растяжимо. Именно доверие к людям – понятие очень-очень растяжимо. Я бы сказал, что доверять человеку – значит чрезмерно полагаться на него, а чрезмерно полагаться на кого-либо вам нельзя. Человеку можно полагаться только на себя самого. Это нужно четко понимать. Вы пишите, что вам тяжело быть одной, и здесь нужно сказать, что это плохо. Почему вы испытываете тяжесть от того, что вы все время одна? Это ваше текущее состояние на сегодняшний день и на сегодняшний момент, что вы одна. Раз вы одна, значит вам нужно использовать это свое состояние для себя. Чтобы заниматься собой, чтобы заниматься тем, что вам нравится, чтобы делать так, как вы хотите, ну и так далее, так далее, так далее. Пока вы тягоститесь одиночеством, пока вы не воспринимаете одиночество как уединение, то есть добровольную форму состояния, у вас будут проблемы с отношениями с другими людьми. Потому что вы будете чувствовать, что люди это средство. Средство для достижения вами состояния, где нет одиночества. А люди не должны быть средством. Я надеюсь, вы это понимаете. Поэтому еще одно вам направление. Использовать свое положение для чего-то положительного. Это личностный рост, это комфорт с собой, это принятие себя и понимать. Личностный рост. По сути дела мы говорим о личностном росте. Личностный рост всегда означает, что есть что-то большее, чем общество. Есть что-то большее, чем круг людей, с которыми вы, например, общаетесь. Есть что-то большее, чем это. И это что-то большее представляет из себя ничто иное, как культуру. Что-то большее – это культура. И поэтому вам необходимо осознавать, ну стараться осознавать себя именно как культурного индивида, как субъекта культуры. Не субъекта общества, а субъекта культуры. А культурные ценности всегда больше, чем люди. Чтобы налаживать общение с людьми, необходимо с чем-то заниматься. Я не знаю, какие у вас были подруги, и что вас объединяло друг с другом, но однозначно могу сказать, что если друзья ваши испарились, значит это были не настоящие друзья. И если это были не настоящие друзья, значит между вами не было ничего по-настоящему общего. А это значит, что отношения вы выстраивали неправильно. И для того, чтобы такая ситуация не повторилась, нужно вам выстраивать свои отношения немножко по-другому. Как? Треба определить сферу и круг своих интересов. Направление своей деятельности. И потом, после этого, в этом направлении двигаться самой, отдельно от других людей. И рано или поздно вы будете встречать тех, кто разделит ваши деятельности. И с ними на основе этой деятельности у вас будут развиваться нормальные, равноправные отношения, в которых вам нужно будет просто-напросто соблюдать некую определенную дистанцию. Если вас это интересует, потом это можно будет разобрать отдельно, отдельно. Там просто очень много вариантов. Вот. И именно так вы найдете себе новых друзей. Но понятие найдете, даже это слово, оно является неверным, потому что в действительности вы не ищете никого. Вы просто занимаетесь своим делом. И именно ваша независимость, ваша уверенность в себе позволит вам выстраивать отношения с людьми на более высоком, на более качественном уровне. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удерживания. Продолжение следует...